Техническую академию наук Гамбурга Не для того, чтобы на нем петухи и гамбургские ездили А такие простые ребята, как я Для которых 5 минут на скорости 12 км в час Интереснее всей вашей жизни Папа! О май гот! Сынок Пауль, я из тебя вырастил неуча Ни одна керосиновая повозка дьявола Не сможет ехать целых 5 минут на максимальной скорости На самом деле, 17-летний Пауль стал самым первым в мире испытателем Самого первого в мире мотоцикла Знакомьтесь Daimler Petroleum Wrightwagen Керосиновая повозка для верховой езды Daimler Пра-пра-пра-пра-пра Дедушка всей плеяды современных мотоциклов 1885 год Пауль на вот этом инструменте для пыток Едет из пункта А в пункт Б Чтобы его папа с другом Вильгельмом Майбахом Могли получить результаты испытания, не рискуя собой Естественно, у Пауля подгорало из-за этого И это не фигура речи На самом деле, во время этой поездки Сидение несколько раз воспламенялось То есть, твоя жопа реально горит Ты останавливаешься, тушишь Горящее сидение своего полностью деревянного мопеда И как ни в чем не бывало, едешь дальше Каждый так делал Папа! Я нашел способ кататься на мотоцикле Без огненных ощущений В анусе Сынок Пауль Ты еще скажи, что научился Ложить мотоцикл На правильную сторону силой Мысли Всегда вы так, папа Смотрите сами Хочется вам солидности и респектабельности? Пожалуйста Мощный и гонорливый Харли Дэвидсон Как раз для вас, папа Хммм Хочется скорости и остроты ощущений? Пожалуйста Молниеносная Ямахайр-1 И все это на любой вкус и цвет можно без каких-либо проблем просто заказать у Мотоярда А также обслуживаться прямо у них и получать гарантию В общем, папа Полная гамма приятных ощущений без скорящей попы Майнлиба, сынок Ты стал совсем взрослый и мудрый Горжусь тобой А посмотри, можно ли мне Харли в хроме и карбоне? Я? Видимо, еще не знаю Что это такое, но уверен, у них есть Мотоярд Найдется настоящий мотоцикл на любой вкус Забавный факт Даймлер Готлиб и Вильгельм Майбах Даже и не думали изобретать мотоцикл Мы испытывали двигатель для своего будущего автомобиля Ирония Мотоцикл это побочный эффект машиностроения Хотя он появился раньше, чем первый автомобиль с ДВС Готлиб и Майбах больше никогда не строили мотоциклы Первый же мотоцикл И последний, который они построили Сгорает через 18 лет В 1904 году При пожаре в мастерской Даймлера Велосипед с моторчиком Вот что такое мотоцикл на заре мотоциклостроения И это не фигура речи К концу 19 века В мире был в самом разгаре Производственный бум на велосипеды Но человеку всегда хочется больше И стали появляться те, кого не устраивало Уже крутить педали Если велосипеды и комплекты двигателей Имели высокий спрос Почему бы их не продавать вместе? Именно к этой мысли пришли братья Хайнрих Так и началось серийное производство мотоциклов В 1894 году Компанией Хильдебранд энд Вольфмюллер К началу 20 века Окончательно сложился образ мотоцикла Мотоцикл решительно стал двухколесным Трициклы потихоньку вымерли Их сгубила неустойчивость на поворотах И плохие дороги Двигатель также сместился в нижнюю часть рамы И расположился внутри ее Испарительные карбюраторы К 1905 году были практически вытеснены Карбюраторами пульверизационного типа Ни коробки передач Ни какого-либо другого устройства Для изменения передаточного отношения Мотоциклы не имели Привод был ременным Который функционировал за счет максимального натяжения ремня Ходовая часть первых мотоциклов была Чисто велосипедной Без каких-либо амортизаторов Тормоза воздействовали прямо на колесо А для движения ночью использовались масляные или ацетиленовые фонари А теперь просто представьте Какими знаниями и умениями Необходимо было обладать Чтобы не то что управлять А просто завести подобный аппарат И это еще мы не коснулись такого аспекта Как обслуживание первой мототехники А, так вы не в курсе А не было мото СТО Даже авто СТО не было И никакого тебе гарантийного обслуживания Да, именно Купил эту адскую повозку на двух колесах И чини, обслуживая ее сам Я вас умоляю, сударь Поломки тут бывают крайне редко Крайне Не более трех, пяти Раз в час В наши дни не проблема найти Автосервис или мотосервис Загуглил и тут же отобразилось Десяток ремонтных точек От небольших автомастерских До крупных специализированных СТО Но тогда, когда мотоциклы были редкостью Автомобили роскоши Никто не задумывался, что их придется Как-то и где-то ремонтировать Менять запчасти и рабочие жидкости Все изменил Генри Форд Нет, он не изобрел СТО Но он внедрил конвейер В производство своих автомобилей А другие производители Увидев его успех Переняли опыт И уже к 30-м годам прошлого века Автомобили и мотоциклы Заполонили Европу и Америку Вот здесь и произошел первый И очень важный перелом Который позволил со временем Сесть на мотоцикл даже обезьянке Техники становилось все больше И она становилась все более доступная Широким слоям населения Не отягощенным знаниями Или умениями А такое технически сложное Изобретение как мотоцикл А тем более автомобиль Нуждались в регулярном ремонте И регулярной технической поддержке Спрос порождает предложение Как ни странно Несмотря на американский технический рывок А чего только стоит их первый Харли Дэвидс Карбюратор которого был сделан И в консервной банке Первые автосервисы появились в Германии Эти ребята были педантичны И дисциплинированы Меняли расходники и жидкости Именно тогда Когда это требовалось техпаспортом Но боже упаси Это делать самостоятельно Ремонт техники доверяли Только избранным Специально обученным людям Именно так появился спрос На авто и мотомехаников Таким образом Технический прогресс Сделал первый шаг навстречу Будущим поколениям мотоциклистов Избавив их от нужды Заканчивать два Ну или три университета Для того чтобы иметь Мототехнику И использовать ее В повседневной жизни Хотя до потребительского рая Еще было ой как далеко Мотоциклы по прежнему Походили на кустарную подделку Китайского ребенка Сложные в управлении И повседневном обслуживании Именно поэтому У большинства современных Инфантильных И не обремененных Интеллектов Индивидуумов В те жесткие времена Была бы только одна Возможность прокатиться На мотоцикле В специальной клетке Для преступников Которые были оснащены Филадельфийские Полицейские Харлеи Пацан к успеху шел Не получилось Не фартануло Хоть изобретение мотоцикла И было побочкой Автомобилестроения Но Велосипеды И велосипедисты Сограли колоссальную роль В развитии мотоцикла Индиан Вряд ли вы найдете Мотоциклиста Который бы не слышал Это легендарное название Индиан была основана Двумя гонщиками На велосипедах В самое кратчайшее время Компания завоевала себе имя За свою любовь К мото-гонкам Они делали мотоциклы Чтобы выигрывать гонки И все хотели иметь Мотоцикл чемпион Другие производители Мотоциклов Стали следовать этой формуле И теперь мы имеем Огромный гоночный Шоу-бизнес Стоящий на двух столпах На таланте гонщиков И на таланте инженеров Именитых брендов Но этого всего еще мало Ни растущая сеть мотосервисов Ни гонки Популяризация Не могли еще позволить Обезьянке сесть за руль мотоцикла Нужны были радикальные изменения Направленные на простоту управления И они появлялись Усовершенствовались И позволяли мотоциклу Превращаться из инструмента для пыток В инструмент для получения Чистого удовольствия Менялся двигатель Появилась коробка передач Появились амортизаторы Ременной привод без зацепов Эволюционировал И разделился на ременной, цепной и карданный Деревянные колеса Став металлическими Были обуты в резину А первым это сделал Джон Данлоп Вряд ли вы не слышали это имя В 1887 году Для трехколесного велосипеда Своего сына Современные шины Для спортивных мотоциклов Вообще не содержат Никакой реальной резины Они сделаны полностью Из синтетического каучука Что выгодно Благодаря балансу между Прочностью и сцеплением Нужно помнить Что первые мотоциклы Не имели тормозов Совсем Если мотоциклист По какой-то ведомой Только ему причине Решал остановиться Дурачок То ему приходилось Рассчитывать Только на свои ноги Лишь в 1902 году Филадельфийская компания Steffi Motorcycles Придумала первые тормоза Чуть позже Появились колодочные тормоза А следовательно Барабанные Простая и эффективная Конструкция Дешевая в производстве Кстати Данная технология Используется и сегодня К 1960 годам Производители добились Огромных успехов В разбитии Барабанных тормозов В 50-х годах Прошлого века Наконец-то появились Дисковые тормоза Но пока что Только на гоночных автомобилях В мотопромышленность Технология пришла Лишь в 1962 году Скутер Lambretto TV175 Серия S3 Считается первым Двуколесным транспортом С дисковыми тормозами А первым мотоциклом С передним дисковым тормозом В 1965 году Стал легендарный Мотоцикл Хонда CB754 Первые дисковые Тормоза Хонды состояли Из монолитного Стального диска И однопоршневого Суппорта Система Отлично работала В сухую погоду Но в дождь В общем Над технологией Предстояло еще Работать и работать Сударь Я считаю Что вся эта чушь С так называемыми Новомодными Дисковыми тормозами Яйца выеденного Не стоит Вы считаете Что будущее За барабанными Тормозами Я считаю Что будущее За тем Что мотоциклисты Должны научиться Вовремя Ложить мотоцикл А если не получилось То управлять Его скольжением Силой мысли И перекладывать На нужную сторону АБС появилась На мотоциклах Лишь в 70-х годах До этого Она уже Использовалась В авиапроме Изобрели эту систему В компании Бош Адатирован патент На это изобретение Аж 1936 годом Эта система Облегчила управление Мотоциклом В разы Самое опасное На мотоцикле После бездумного Увеличения скорости Это торможение Для понимания природы Торможения на мотоцикле Получение этих умений И отработки Правильной рефлекторики Требуются Недюжи умственные способности Упорство И много-много времени Несмотря на это Тех, кто ложит мотоциклы Меньше не стало Так что специально для вас Видео Как правильно ложить мотоцикл Где-то здесь Ну и в описании под видео В 2003 году Всего 17 лет назад Был запатентован демпфер Это приспособление Позволяющее Избавиться от ужаса Заставляющее Холодеть И останавливаться Сердца мотоциклиста Воблинг Салага Да ты хоть представляешь себе Что такое Поймать вобл Когда тебя Убивающегося летним ветром И скоростью Накрывает расколбас Не то что ты Твой мотоцикл Начинает креститься Если честно Не знаю У меня есть демпфер Тадамидзу Ивамото И такофуми Фуджимори Изобрели этот спасательный девайс Демпфер Устройство которое позволяет Сглаживать колебания руля Очень полезная примочка Для коротких и юрких моделей мотоциклов Вилка которых не имеет большого выноса вперед А руль слишком мал Или вместо него клипоны Полезна не только профессиональным гонщикам Но и обычным мотоциклистам в городе Особенно новичкам Которые в любой непонятной ситуации Начинают бороться с рулем И цепляться в него мертвой хваткой И все это Все что мы сегодня с вами вспомнили Лишь малая часть эволюции мотоцикла Но даже этого хватит Чтобы в наши дни Любая обезьянка Могла сесть на мотоцикл И пусть смешно и коряво Но ехать на нем Просто представьте себе Как бы беспомощно эта обезьянка Смотрелась на тех самых первых мотоциклах Которые пытались Самовоспламениться Сжечь себя И своего водителя Да бесспорно Технический прогресс Это неимоверно крутая штука Позволяющая нам Людям Все безопаснее И лучше контролировать Сложные механизмы Получая от этого удовольствие Но у этого есть И обратная сторона Все это позволяет Обезьянкам Садиться на мотоцикл И ездить по дорогам Общего пользования Подвергая не только себя Но и нас опасности И как ни жаль Наш любимый Технический прогресс Позволил обезьянкам Не только сесть на мотоцикл Но и стать блогерами Будьте людьми Достойными тех изобретений Которые нам дарят Лучшие умы человечества В этом вам поможет Наш канал Мой инстаграм И телеграм канал В котором я публикую Не только разборы полетов И новости Но и материалы Не вошедшие в выпуски Все ссылки Вы найдете в описании Берегите жизнь и здоровье Свои И тех Кто окажется рядом Пока Я хочу от чистого сердца Поблагодарить всех спонсоров И патронов Каждый раз Когда вы нажимаете На кнопку Стать спонсором Я реально плачу от счастья Субтитры сделал DimaTorzok